здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала ну что ж видите я снова заскочила мой любимый магазинчик секонд-хенд докупить себе вот таких тарелок потому что мне показалось мало я в прошлый раз купила и вот посмотрите какие здесь будут красивые потом тарелки целый огромный сервис там вообще очень много было посуды на сей раз и чашки и красивые тарелки и очень много было красивой вообще посуды а вот это что же это такое но красиво все равно красиво ну и в общем короче говоря я в результате купила много тарелок не для себя для насти вот вот там прямо много-много-много целый набор получился можно сервировать газ стол на семеро персон одними теми же тарелочками даже супница есть видите чайная пара которые я вам про которые я говорила тут есть японские и английские ночью на везде неизвестно откуда все это но красиво ой люблю рассматривать бродить вот так по полкам рассматривать вы знаете какая английская потрясающая посуда была очень и вазы и бог бог знает чего я же говорю пошел раз ничего этого не было подсвечник итальянский на мраморные подставки и весь он такой и себя видите бронзовых тяжелым я его не решила не брать а что меня еще поразило так вот эта тарелка это русская тарелка и это былиный фарфор у меня одна такая есть дома и я эту брать не стала дорогая 15 долларов вот так вот видите вот продолжение этого сервиза и что я хочу вам показать эту маркировку я такой еще никогда не видела написано лимош сделано в соединенных штатах америки ну и что это может быть ой не знаю вообще было очень много посуды разнообразной еще раз говорю тарелок много очень красиво какое блюдо посмотрите потрясающее маркировка какая-то сильно сложная но в общем все мне очень понравилось думаю а дай-ка я покажу своим любимым зрителям пускай посмотрит что там навезли и что еще вообще бывает а вообще-то мы про брошки нынче будем разговаривать брошки у нас будут сервизик метод понравился очень красиво английский а значит про брошки опять-таки брошек у нас будет много это остатки с прошлого года вот и сейчас вот мы досмотрим все это и будем рассматривать последние прошлогодние брошки такие чайницы красивые английские просто прелесть чего не купила лишь хотела и еще мне очень понравилось вот вот это вот все дело и осталось только три тарелки от того богатства которое было в прошлый раз когда я ездила ну в общем разобрали до раскупили несмотря на цену ну и вот рога а сейчас будут брошки прошлогодние я их помыла почистила не ну рога потрясающие правда начну я вот с этой брошки давайте на нее посмотрим замечательная брошка правда что в ней хорошо это то что она сюжетная я обожаю сюжетные броши вот посмотрите такая кибиска запряженная кто это у нас какой-то зверь но это не лошадь наверное и лошадка все таки и рога тогда может это бык вполне возможно смотрите у нее вот так вот крутится оба колеса и вот такая у нас оборот очка симпатичная с очень винтажным хорошим замочком в общем прелесть я помню что эта брошка стоил какие-то сущие копейки то ли два то ли три доллара но что-то такое но замечательно она очень блестит но тут не очень как всегда видно под этим светом ничего скоро будет тепло буду на 2 по дворе к себе ходить как раньше и тогда будет очень красиво блестеть под солнышком следующая брошка которую я хочу показать это вот это это убираем так смотрите какая красоте какая ящерица у меня было такое подозрение что это брошь современная но вы знаете перевернув и посмотрев на замочек я сразу поняла что это брошь не современная а винтажная видите замочек какой так что очень достойная штучка интересно сколько ей лет такой красавица вся из себя блестит переливается тут правда нету кристаллов аврора бриалис но и и без нее она замечает на блестит совершенно большая тяжелая хорошая следующую я хочу вам показать вот эту брошечку в стиле арт-нево типичности представитель очень похож на стиль кора вот замечательные вот эти вот кристаллы этих цветочках уж какие не знаю цветочки здесь ну какие то вот и очень сделано интересно вот такая брошуровка с этой стороны здесь тоже брошуровка а тут вот шайник то есть сверкающая такая полировка вот ну и вот такой у нас замочек маркировки у нас нету но что меня очень сильно смутил может быть зря я даже и не знаю это вот вот это вот посмотрите знаете вот здесь вот кристаллы вот сюда они не стоят полностью в вот в этом бутончике они как-то выступают и вот золотое сзади покрытие ну то есть мне кажется что это не очень аккуратная работа или что-то в общем не знаю хотя брошь выглядит просто потрясающе замечательная совершенно мне очень нравится так следующее у нас что вот эту покажем вот эта брошь мне очень понравилась такая скань и вот здесь вот художественное стекло скорее всего пекинское даже такое похоже на натуральный камень но это стекло это точно вот такая у нее оборотка и это подвеска и брошь одновременно ну то есть очень красивая работа мне очень такой листик понравился а вам следующее что я вам покажу это вот такие клипсы сейчас я попробую вам их показать вот такая вот вторая вот типа таких ракушек значит эмаль потом видите как она сделана наверху такие прожилки и вот здесь вот вставлены замечательные кристаллы блескучие и плескучие и они такие легкие хорошие с обратной стороны не вот такие ну не маркировки нет но они очень очень красиво что-то они мне напоминают смутное из детства может быть мои мамы были такого типа я не знаю но вот я когда на них посмотрела что-то у меня в душе воспоминание какое-то знаете заселилась или у бабушки быть моя бабушка бижутерию не носила она носила только золото ну хорошо теперь два набора вам покажу значит один вот он застежка не застегнута ладно не буду я сейчас за все время тратить значит вот брошь сейчас мы на нее посмотрим и клипсы я хорошо помню как я значит сильно очень торговалась за этот набор с продавцом потому что он явно понимал что он продает вот и очень дорого у меня просил что-то плох просим и долларов 15 я уже выгрызала зубами за десятку мне отдал но конечно очень и очень красиво не маркированная вот я на этой давила что это не маркированная вот но в хорошем очень состоянии ну как это не сейчас в хорошем состоянии дело в том что тогда они были в не очень хорошем состоянии но когда я их чистила посмотрите какая красота как новенькая прелесть просто и еще один наборчик сейчас я вам покажу вот такая ромашка брошка и ромашки вот такие замечательные клипсики знаете вот это вот те самые пятидесятые шестидесятые годы когда вот такие вещи были безумно популярны это металл наверх эмаль позолота цветочек ромашка вот затем вот такой замочек здесь почему-то не очистилась странно уж чистила я ее чистила она же легко по идее должна чиститься а вот сзади чего-то не очень и вот вот так вот причем клипсики этим маленькие легонькие их легко носить будет я себе ее оставлю никому не буду ни продавать не дарить будет будет у меня вот такая ромашечка ну и еще есть у меня вот это камея и когда я ее брала и я увидела маркировку сосли по обрадовалась но оказалось что эта маркировка сделана в тайване но облажалась малость но вроде как симпатично и не такая уж она и дорогая была на самом деле вот ну и последняя очень интересная штучка у меня есть похожая подвеска но это не подвеска это такая корзиночка которая открывается сюда можно узнать что положительно такая вместительная вот вот так вот она замечательно сделана знаете что я сначала думала что это порванный порванная подвеска а потом вдруг обнаружила они у нас тут замочек и вот здесь вот это такая браслетка представляете как ее носить я даже не знаю но такая капитальная основательная очень симпатичная хорошее такое покрытие интересное в золоте и вот здесь вот очень красиво сделано видите в общем интересные браслетки таких ни разу не видел и что в эту картинку положить ними ни малейшего представления вот так вот вот на этом сегодня и все вот мои как говорится последние с прошлого года бижутерия ура ура все совсем не разобралась все я почистила это еще разложу по местам а дело в том что у меня а все разложено по темам вот например это брошка у меня пойдет в мои мой животный мир есть у меня такая полетка мы на самом деле это такая коробка от конфет рафаэлла в непрозрачная крышка и она достаточно объемная я туда ложу кусок фетра и тогда все бложки брошки они прикладывая просто лажу аккуратненько вот и у меня таких много таких на коробочек вот по темам они у меня вот это пойдет животный мир это у меня пойдет в коробочку где у меня лежат брошки как я называю их со смыслом вот затем это у меня конечно же пойдет в цветочки в мои это даже не знаю если такая одна большая большая палетка на которой вот вообще-то листики по идее да надо в листики положить у меня есть отдельно листики коробка что еще но это в камеи конечно же ромашка тоже там где у меня вот набора с цветочками есть у меня такое дело вот и ну что еще это куда идет не знаю надо подумать на клипсы у меня знаете все клипсы лежат в шкатулках ну что могу одну такую шкатулку показать это лежат только клипсы у меня таких четыре штуки такой вот эти но они все разные шкатулочки я буду вам показывать смотрите я прямо сейчас эти клипсы туда и положу это шкатулка итальянская вот там по моему маркировка была кападемонте да точно я ее покупала на блошином рынке ох не помню давно уже очень вода 2 назад вот и здесь у меня лежат клипсы видите много много клипсов у меня очень много очень-очень красивых ну просто клипс у меня немоверное количество даже не знаю что я с ними совсем буду делать вот но очень мне они нравятся они такие разные такие интересные необычные вот это вот чем вам не прелесть помните я вам показывала ее как-то раз 1928 вот не помню сколько она там стоило по моему долларов 8 что-то такое но первоначально ее цена вот такая была 28 с магазина написано made in u.s.a. ну в общем замечательные в общем вот эти клипсы у меня сейчас я их сложу аккуратненько друг другу и туда не у меня пойдут ну вот а на этом пока что все пока пока